Вопрос. Каково положение того, кто совершил половой акт в презервативе в дневное время в месяц Рамадан? Его жена подчинилась ему в этом, опираясь на фетву, которую муж услышал от одного человека, получающего знания. Он сказал, что из-за презерватива органы мужа и жены не соприкасаются, а посему это не считается половым актом. Ответ. Хвала Аллаху. 1. Постящемуся запрещено иметь супружеские отношения с женой днем в месяц Рамадан, так как Всевышний Аллах сказал, «Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Аллах знает, что вы предаете самих себя, ослушиваясь Аллаха и вступая в половую близость с женами по ночам во время поста в Рамадане. И поэтому Он принял ваше покаяние и простил вас. «Одныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». В Кудсе-Хадисе Всевышний Аллах сказал, «Он отказывается от своей еды, своего питья и своих желаний ради меня. Этот пост Он соблюдает для меня, и я воздам за него, а за доброе дело воздаяние будет десятикратным». Тот, кто имел супружеские отношения, используя презерватив, несомненно удовлетворил свои желания. Половой акт с применением презерватива приводит ко всем тем же нормам, что и акт без него. Обязательному полному омовению, усыль, нарушению поста, нарушению состояния Яхрама до частичного, первого выхода из него. Подобный акт также запрещено иметь во время менструации у женщины. После него разведенная женщина считается возвращенной мужем и другое. «Ан-Навуида, помилует его Аллах, сказал, если он обмотает свой половой орган тканью и введет его, то это делает обязательным полное омовение, усыль, как гласит самое верное мнение». Второе мнение гласит, что это не обязательно. А третье, что если ткань плотная, что препятствует проникновению женских выделений до мужского органа и препятствует достижению теплоты одного органа до другого, то тогда не обязательно, а иначе обязательно. «Я сказал, сказал автор Аль-Бахр, что все это говорится о порче паломничества из-за него. Но необходимо, чтобы это исполнялось во всех нормах, видах поклонения. Аллах знает лучше». В Тухфат-Уль-Мухтач сказано «Воздержание от полового акта согласно единогласному мнению ученых». Половой акт нарушает пост, даже если не произошло семиизвержение. Ащеруани в комментариях к этому сказал «Слова нарушает пост, то есть даже если есть преграда». В Кащаф-Уль-Кина о запрете иметь акт во время менструации сказано «Даже если половой акт будет совершен через преграду, которую он обернул вокруг своего полового органа, или через пакет, который он надел на него». Фетва того человека ошибочна. Половой акт приводит к полному нарушению поста. И если разумный человек поразмышляет об этом, то он поймет всю скверность этой фетвы или мнения. Если человек станет отказываться от еды и питья, но каждый день иметь супружеские отношения с женой, то что это за пост? Возможно, еще будет человек, который скажет, что и семиизвержение не нарушает пост. И тогда человек будет считать, что и половой акт не нарушает пост, и семиизвержение и станет говорить «я постящийся». Совершенный шариат причист от подобной игры с нормами и их попиранием. А если следуя этой фетве, кто-то после полового акта с женщиной, не являющейся его супругой, скажет, что он не совершал прелюбодеяния, ведь полового акта не было, то что скажет ему этот муфтий? Поэтому не следуйте словам, которые и гласят, что проникновение не будет считаться половым актом, если оно было через преграду, даже если это было высказано учеными. Еще следует учесть, что эти преграды очень тонкие и не мешают получить наслаждение. Они не похожи на ситуацию с обмоткой ткани вокруг органа, как об этом писали ранние ученые. Второе. Фетвы следует брать только от сведущих людей, которые имеют право давать фетвы. Человеку, совершившему подобное в Рамадан, следует, первое, покаяться Всевышнему Аллаху из-за совершения запретного дела, второе, возместить день поста, когда случился половой акт, третье, искупить свой проступок, отпустив одного раба, если не может, то непрерывно поститься на протяжении двух месяцев, а если не может, то накормить 60 бедняков. Здесь неважно, случилось семиизвержение или нет. В энциклопедии по фиху сказано, нет разногласия между учеными фиха о том, что искупление обязан совершить тот, кто имел половой акт днем в Рамадан, если он сделал это без наличия уважительной причины и намеренно. И неважно, произошло семиизвержение или нет, Аллаху ведомо лучше.